Чиновников в первую очередь я поменяла бы. Подчистую всех. Я бы взяла абсолютно новый класс молодых людей, которые не запачканные, не замаранные, у которых другое мышление, из которых можно сделать настоящих политических лидеров. Я могу сказать, что в правительстве не так много людей, которые у меня вызывают лично огромную симпатию. Один из них Сергей Лавров. Сергей Лавров, я считаю, что это государственный человек. У меня он вызывает восхищение, потому что то, как человек себя ведет, как он говорит, его ведь уважают во всем мире. Это не просто так. И, к сожалению, таких людей очень мало. Я могу сказать, что, безусловно, это президент Российской Федерации. У меня он вызывает восхищение, потому что он очень сильный. И вот эта сила духа. Ведь, понимаете, как человек проходит именно трудные моменты в своей жизни, вот это показатель его личности. Я не знаю, как бы относились в обществе к нашему президенту, если бы не были такие тяжелые условия в последнее время. Но посмотрите, как себя человек проявил в этих сложнейших условиях. И чего ему это стоит, знает только он один сам. Поэтому, пожалуй, я могу сказать, что вот эти два человека, конечно же, вызывают у меня восхищение и уважение. Но чиновников надо менять. Потому что, к величайшему сожалению, наша страна превратилась в страну в великих откатов. И все это прекрасно понимают и знают. И надо растить новых людей и новых управленцев. И, наверное, все это понимают. Еще две вещи, кроме чиновников. Что-то, в первую очередь. Во-первых, я бы все-таки поменяла систему образования. Потому что вот эту тестовую форму, которую мы избрали в последнее время, она никак не ложится на нашу российскую почву. Потому что на Западе, вот у меня один ребенок на Западе учится, один здесь. И могу вам сказать, что там вот эта тестовая форма, она выписана временем. У них немножко, как вам сказать, ну вообще другой уклад жизни, другой склад, другие законы, которые работают, все по-другому. У нас изначально русский человек всегда славился, на мой взгляд, вот этой своей находчивостью, изобретательностью. То, что сейчас всячески выбивается из сознания наших детей. Они превратились в обезьян, которых последние три года обучения просто в тупую натаскивают на вот это тестирование. Понимаете? То есть человек не развивается, его не учат, как вам сказать, масштабно мыслить. Масштабно. А его учат просто зубрежки. Вот, на мой взгляд, это была колоссальная ошибка нашего министерства образования, что они ввели вот эту систему тестовую. Потому что наши дети перестали получать такие, так сказать, всеобъемлющие знания, да. А стали вот такие узкопрофильные, как, скажем, американцы, как европейцы, да. Это неплохо, это неплохо, но к этому надо прийти. И я считаю, что человек не станет никогда личностью, если он, обучаясь там в ВУЗе, не знает, кто такой Сейлинджер, не знает, кто такой Чехов. Я с такими вещами сталкивалась в той же Америке, да. Человек учится в творческом ВУЗе, понятия не имеет, кто такой Сейлинджер, да, американец. Поэтому, вот, пожалуй, наверное, поменяла бы систему образования. И третье, что бы я сделала, это воспитывала патриотизм. Обязательно в подрастающем поколении воспитывала патриотизм. Не хочу, не люблю приводить примеры Америки, да, потому что у меня такое неоднозначное отношение в связи с обстоятельствами, да, последних лет. Но могу вам сказать, что американцы ужасно патриотичны. И это неплохо. Вот у нас патриотизм этот самый вылез, да, когда нам стало плохо. Мы же, как, знаете, когда мы объединяемся, когда нам плохо, вдруг мы начинаем вывешивать российские флаги, петь гимны, и вдруг мы вспоминаем, что мы русские. И мне хотелось бы, чтобы вот этот патриотизм был воспитан с пеленок. Тогда мы по-другому бы мыслили. Дети бы понимали, что надо жить честно, воровать нельзя. Это просто, как вам сказать, хрестоматийные вещи должны быть. Это плохо воровать, потому что рано или поздно вор сядет в тюрьму. Понимаете, у нас, к сожалению, вот я бы много поменяла, не только эти три вещи, да. Я бы поменяла, наверное, и налоговую систему, и дала бы... Я не понимаю, в какой области вы хотите от меня услышать ответ, да, если во многих областях, но я бы поменяла обязательно вот эту налоговую систему в стране, потому что, понимаете, нам невыгодно сейчас, на сегодняшний день работать честно. Ну, невыгодно. Потому что, давайте вот приведем пример Саудовской Аравии, да. Там существует... Вот я недавно такую книгу очень интересную прочла по экономической системе Саудовской Аравии. Там существует один налог у предприятий, 20% на прибыль. Все, больше никаких налогов. Никаких. И получается так, что простые граждане вообще не платят налоги, юридические компании платят вот этот единственный налог 20%. В Эмиратах он вообще отсутствует. Все недра, грубо говоря, да, все компании, которые заняты, там, так сказать, воспроизводством, да, ископаемых, да, они все государственные. То есть все поступает в бюджет. За счет того, что все государственное и все поступает в бюджет, дается преференция малому-среднему бизнесу. Именно на малом-среднем бизнесе зиждется экономика любой страны. Поэтому менять у нас надо много, очень много. Но прежде всего это кадры, вот на мой взгляд.